Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И в этом видео я хочу показать, что у меня получилось. В торфяных таблетках я сеяла рассаду. Я ее практически всю уже посадила, а потом вспомнила. Я же сеяла в торфяных таблетках, вам показывала. Хотела показать результат. Но вот остались последние вот эти. Ну ладно, хотя бы на них покажу. Так, это у нас томат комнатный сюрприз. Он небольшой, его можно выращивать в комнате. 50 сантиметров высотой максимум. Он не посынкуется, очень обильный урожай и плоды до 30-40 грамм. Так что, вот какой хороший томат. И он, видите, сразу какой такой коренастый, крепкий. Видно, что он невысокого роста будет. Вот я его пересажу из этой таблеточки, просто обычный горшочек. Это аспарагус, аспарагус мэри. Вот он даже уже начал, тут корешки у него пробиваются мощные прямо. И очень-очень быстро они взошли. И прямо неделя, наверное, как я посеяла, и уже такая ветка у него. Прямо хорошо растет, замечательно. Это юбка. Вот она такая будет у меня. Крайне сложно выращивать из семян юбку. Но в торфяных таблетках замечательно она сходит, замечательно ведет себя. И я вот эти сейчас растения пересажу. Приготовила стаканчики. И сейчас я достану аккуратненько эту юбку. Замечательно. Вот торфяные таблетки прям не устаю хвалить. Всегда у них все получается прекрасно. Не растрясая этот ком, прямо так. Прямо так я ее посажу. Чуть-чуть буквально заглубляя. И присыплю ее земелькой. Я выбрала вот такие вот горшочки и вкладыши. Потому что у них есть на дне там эти отверстия дренажные. Я впоследствии, когда растения мои, вот эти сеянцы поднимутся, я посажу их на фитильный полив. Вот эти горшочки для этого очень удобно использовать. Именно для фитильного полива. Потому что поливов у меня миллион. И чтобы себе экономить время, я сейчас всю свою коллекцию глоксиней буду переводить на большой фитильный полив с огромными резервуарами. Уже приготовила все для этого. Потихонечку начала переводить на фитильный полив. Потому что, ну, все-таки очень много времени уходит на полив у меня с глоксинями. Часа три каждый день поливаю. Так вот, решила все-таки их на фитили поставить. Все, помидорку тоже. Ну, помидорку можно даже поглубже, по самые семидольные листики заглубить. Помидорки низкорослые, коренастенькие будут. Так что, я считаю, вполне вот этого горшочка им вполне достаточно. Потому что, когда я их посажу на фитиль, я туда буду, в резервуар для воды, я буду еще добавлять удобрения. И так что питания им вполне хватит. Вот так вот. Ну вот, замечательно получилось. Помидорки низкорослые. Они могут всего лишь, даже сантиметров 20 быть высотой. Ну, такие вот, коршка там. Так что, ничего страшного, что она выглядит такой мелкой. На самом деле, она довольно мощная для своего ростика. Так, аспарагус. Тут уже прорвал он корешками эту ткань. Надо бы аккуратно ее снять. Тоже очень живучее растение, аспарагус. Видно, что он совершенно, абсолютно здоров. Буквально за какую-то неделю. Не знаю даже. Вот, кажется, вот только что посадила, только глянула там уже. Давай скорее их, скорее их сажать. А потом вспомнила. Так я же хотела еще показать видео. Ну вот, остались вот эти три. Так что, я с ними позанимаюсь. Его тоже можно очень так поглубже заглубить и присыпать. Не разрыхляю я эти таблетки. Вот я вам говорила, что в эти таблеточки лучше сеять семена такие, которые будут культурой потом одиночно расти, которые не требуют разделения или пересаживания. Вот, например, фиалки листья в эти таблетки уже не пойдет, потому что она дает несколько деток. Их будет крайне сложно потом разделять, потому что она имеет такую вязкую структуру волокон. А вот глоксиней пойдет, потому что у нее всего лишь одна детка. Вполне успешно для глоксиней эти торфяные таблетки всегда использую. Ну вот помидорки такие, аспарагус, еще какие-нибудь такие семена, которые в одиночку должны расти. Вот хорошо их в таблетке укоренять. Ой, укоренять кровь сеять. Ну вот, все замечательно, прекрасно получилось. Теперь будем дальше их выращивать. Так что, кому понравилось, как всегда, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.